Начиная с января 2021 года, Киев осознанно идет на обострение обстановки на Донбассе. Случаи нарушения огня на линии разграничения стали регулярными. Замечена передислокация на передовую крупнокалиберных вооружений ВСУ свыше 100 мм и повышенная активность беспилотников, в том числе Байрактортиби 2 турецкого производства, пишет сетевое издание Infobricks. По мнению большого числа экспертов, вероятность возобновления активных боевых действий на Донбассе достаточно высока. Они не сомневаются, что украинским властям проще продолжить войну, чем заниматься внутренними проблемами страны, поднимая жизненный уровень населения. На войну можно списать все. Действия Киева вызваны еще одним фактором – поддержкой Турции. В настоящее время между Киевом и Анкарой налаживается серьезное военно-техническое сотрудничество. 14 марта 2021 года минимум два Boeing C-17 и Globemaster ВВС Катара доставили на Украину военные грузы из Турции. При этом турецкие СМИ сообщают, что из Стамбула в Киев летали пять транспортных самолетов. В этот же день было объявлено, что турецкие вертолеты «Атак-2» будут комплектоваться двигателями «Мотор Сич». Украина постепенно превращается в важнейшего партнера Турции по основным военным технологиям. Заключено порядка 50 контрактов оборонно-промышленного характера. Турция, не стесняясь, называет воссоединение Крыма с Россией аннексией. И это невзирая на значительное сотрудничество Анкары и Москвы по множеству вопросов. При этом Киев и Анкара постепенно формируют настоящий альянс. Турция превратилась в главного подстрекателя войны Украины против России и приветствует евроатлантические устремления Киева. При этом успех Азербайджана в Нагорном Карабахе очень вдохновил Украину. Однако сравнивать военные потенциалы Армении и России просто бессмысленно. Москва в любом случае не бросит Луганск и Донецк. В то же время все указывает на то, что Киев при поддержке Анкары готовится к активизации боевых действий на Донбассе, подытожила СМИ.